Дым над водой причиной чрезвычайного происшествия в Черном море могла стать нелегальная перевалка топлива. По предварительной версии, пожары последовавший за ним взрыв на двух танкерах вблизи Керченского пролива случились в момент перевала топлива на нелегальной якорной стоянке. Инцидент произошел в Черном море в 15 милях к югу от крымского мыса Токиль. По данным спасательно-координационного центра Росмарич флота, шедшие под флагом Танзании корабли Маэстро и Канди перевозили жиженый газ. На момент подписания номера сохранялась угроза повторных взрывов газа, было известно об 11 погибших в результате чрезвычайное происшествие моряках. Еще 12 членов экипажа были подняты на борт российскими судами, судьба еще троих человек оставалась неизвестной. Два судна загорелись в Керченском проливе нельзя исключать, что трое пропавших без вести моряков также погибли, сообщил известием пресс-секретарь Росмарич флота Алексей Кравченко. Возможно, они утонули, но пока мы эту информацию официально подтвердить не можем, заявил он. Информация о том, откуда и куда шли корабли, поступала противоречивая в новостях фигуировали порты Таганрога, Темрюка и Херсона. Сообщение иностранных СМИ о том, что одно из судов, загоревшихся в Черном море, носит название «Дейзи», а не «Кандей», представитель Росмарич флота не подтвердил. У нас есть информация, что это «Кандей». Но, возможно, у судна двойное название, предположил он. Сэкономили на жизнях. Появилось видео с места пожара на судне в Керченском проливе. К месту аварии сразу же выдвинулись два российских спасательных судна. Позже, по словам Алексея Кравченко, к операции подключились еще восемь судов, большинство из них под российским флагом. В Росмарич флоте сообщили, что на борту судна «Канди» находились 17 человек, из них 9 граждане Турции, 8 – Индии. На борту «Маэстро», по данным ведомства, работало 14 человек, 7 граждан Турции и столько же из Индии. Не исключено, что причиной пожара стало нарушение техники безопасности при перевале топлива. По всей видимости, суда стояли на якорной стоянке и шла перевалка топлива. В принципе, это не запрещено и применяется довольно часто. Но это небезопасно и неправильно, заявил известием главный редактор газеты «Морские вести» России Анатолий Кузнецов. По его словам, намного безопаснее производить подобные операции в портах, однако стоит эта услуга недешево. Судовладельцы, как и многие бизнесмены, стремятся сэкономить, пояснил эксперт. Но безопасность прежде всего, и экономить на ней ни в коем случае нельзя. Это заповедь каждого моряка. Не исключено, что причиной пожара стало нарушение техники безопасности при перевалке топлива фото. При этом говорить о том, что сюда находились на якорной стоянке, некорректно, подчеркнули в Росмарич флоте. Там, где они стояли, якорной стоянки нет. Эти места регулируются, за ними ведется контроль. А если судно бросило якорь в международных водах, то эта якорная стоянка не называется, отметил Алексей Кравченко. Загоревшиеся в Керченском проливе суда находились на нелегальной якорной стоянке по факту гибели матросов двух танкеров-газовозов в нейтральных водах Черного моря. Южное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело. Повышенная готовность глава администрации Керчи Сергей Бороздин рассказал известиям, что в городе готовы принять пострадавших моряков. Мы получили поручение подготовить больницы к приему. Медицинскую помощь в полном объеме сможет оказать персонал городской больницы номер один, там есть ожоговый центр, сообщил он. По словам нескольких источников в военном ведомстве, в спасательной операции готовы были принять участие вертолеты и самолеты морской авиации. В первую очередь речь идет о поисково-спасательных вертолетах Ка-27. В Керченском проливе с горящего судна спасены три морякомашины и могут быть направлены из 859-го учебного центра морской авиации, город Еск, и 318-го смешанного авиаполка, аэродром Кача, Крым. По мнению большинства военных экспертов, Ка-27 лучше всего приспособлены для эвакуации людей с палубы горящего судна. Затруднений не вызвало в настоящее время судоходство в Керченском проливе регулируется постановлением Минтранса. Проход всех судов должен согласовываться с капитаном порта. Для отдельных видов судов в частности, водоизмещением более 5000 тонн обязательно лоцманская проводка. Из-за рельефа местности и небольшой глубины судоходным в Керченском проливе является искусственный Керчен-Икальский канал. По словам директора Крымских морских портов Алексея Волкова, несмотря на инцидент, затруднений судоходства по Керчен-Икальскому каналу нет. По данным портала о логистике и транспорте, В 2017 году объема экспорта грузов из четырех портов Азовского моря Еск, Таганрог, Азов и Ростов-на-Дону составил 31 миллион тонн, в 2018-м 35 миллионах тонн. Экспорт наливных грузов за 2017 год составил 5 миллионов тонн, в прошлом 6 миллионов тонн. В 2017 году объема экспорта грузов из четырех портов Азовского моря Еск, Таганрог, Азов и Ростов-на-Дону составил 31 миллион тонн, в 2018-м 35 миллионах тонн фото, известия, Николай Сиденков, объем прохода в канале небольшой, говорит гендиректор Алексей Безбородов. Грузы через Керченский пролив в основном идут в одном направлении на экспорт. По словам Алексея Безбородова, вероятнее всего, сгоревшие в Черном море газовозы турецкие суда под флагом Танзании. Большинство крупных кораблей ходят под флагами Панамы, Либерии, Бермудов и Карибских островов в связи с льготным налогообложением в этих юрисдикциях.